Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если мы посмотрим сегодня на вот эту вот схему возможной терапии рака предстательной железы, то сегодня у нас помимо гормональной терапии, в которую входит золотой стандарт, это агонисты или антагонисты ЛГРГ, это антиандрогены второго поколения, это препараты с цитостатическим механизмом действия, это парп-ингибиторы, которые сегодня активно вошли, это системная радиотерапия лютецин, которая сегодня достаточно активно изучается и от центров России сегодня располагают этой терапией. И также системная терапия костных метастазов радиом-223. Чем, наверное, сегодня об условной трудности, которая у нас возникает? Как раз вот это вот большое разнообразие терапевтических возможностей, которые мы сегодня используем в пациентах с метастатическим раком предстательной железы, нам не позволяет четко сказать о правильном рациональном сочетании препаратов. В связи с этим, если мы посмотрим, вот одна статья, которая вышла в европейской урологии, статей уже практически 5 лет, но 6 лекарственных опций на сегодняшний день могут обеспечить 720 различных сценариев лечения рака предстательной железы. Это говорит о том, что сложно очень будет одними стандартами или одними рекомендациями на сегодняшний день построить алгоритмы лечения больных метастатическим раком простаты. Поэтому, естественно, когда мы с вами будем эту тактику по отношению к каждому пациенту строить, мы должны учитывать ряд возможных клинических, морфологических и морекулярных параметров. Если мы сегодня будем говорить о терапии метастатического рака предстательной железы, мы все сегодня прекрасно понимаем, что 90% наших пациентов, они имеют поражение костных структур, то есть различные возможности коррекции этих осложнений. Я помню, мы даже в свое время изучали, возможно, доносумабы, как ингибитор ран-клиганда в терапии этой проблемы. Но вообще проблема, она достаточно актуальна, и мы очень часто сегодня, если бы мы не имели гормональной терапии, такой достаточно эффективной гормональной терапии, терапии первой линии, нам было бы очень сложно лечить этих пациентов, потому что все-таки поражение опорных структур – это инвалидизация пациента, это снижение качества жизни. Но с приходом в нашу практику препаратов альфаэмиттеров, которые сегодня есть, в частности, к которым относится Радий, мы прекрасно понимаем, что против, если сравнивать Радий с препаратами Стронца и препаратами Самария, у него есть некоторые преимущества, которые прежде всего связаны с меньшей токсичностью. Мы прекрасно понимаем, что воздействие на костный мозг, оно сегодня значительно меньше, поскольку пробег в тканях, пробег излучения в тканях значительно меньше. Если мы посмотрим радиоактивность Радий-223, то, в общем, она, наверное, совершенно не сравнится с лечением Йодом-131 рака щитовидной железы, она совершенно не сравнится с лечением костных метастатов Самариям, и даже в том случае, когда мы выполняем обычную эстинтиграфию препаратами технеции, мы получаем несколько большей радиоактивности, так сказать, в кавычках, наверное, вред для пациента, чем лечение Радий-223. Ничтожная совершенно у него радиоактивность, и само по себе это, наверное, по сути дела сегодня единственное исследование, рандомизированное, о котором мы можем говорить, об эффективности лечения костных метастазов Радий-2002, не только Радий-М, а вообще лечения костных метастазов. Это исследование Алсимко, исследование Радий-223, которое, в общем-то, подразумевало основную цель. Понятно, что это плацебо-контролируемое исследование, но в этом исследовании мы с вами смогли получить статистически достоверные результаты, которые реализовались во времени до возникновения первого костного осложнения, это практически 6 месяцев, и которые, самое главное, привели к увеличению общей выживаемости. Многие могут сказать, что, наверное, да, общая выживаемость не столь высока, там 3,5 месяца, но, тем не менее, это, по сути, единственное исследование, которое демонстрирует сегодня по отношению к плацебо преимущество выживаемости равной 3,5 месяцам. Еще раз хочу подчеркнуть, что никаких исследований со стронцием мы на сегодняшний день не знаем. Ну и, в общем-то, пока, на мой взгляд, каких-то серьезных подвижек в этом направлении нет. Складывается впечатление о том, что это, наверное, элементы безальтернативной терапии, но так или иначе, если мы сегодня таких пациентов выбираем, мы все равно должны простраивать правильный портрет пациента для лечения. Если мы посмотрим под групповой анализ пациентов, которые получали лечение Радий-223 в регистрационном исследовании, в исследовании лосинка, то, в общем-то, наверное, исходя из этого, поскольку нет сегодня у нас существенных конкурентов или существенно конкурирующих исследований, которые мы были бы вынуждены сравнивать хотя бы непрямым образом, так как мы делаем это на модели рака почки или, так сказать, на модели гормоночувствительного рака предстательной железы, здесь мы, в общем-то, наверное, достаточно примерно однозначно можем выделить группу пациентов, которые получат максимальный выигрыш от этой терапии. То есть когда все-таки нам назначать терапию Радий-223, когда пациент получит максимальную выгоду от того, что мы делаем? Ну, прежде всего, конечно, это должен быть метастатический экстрационный резистентный рак предстательной железы. Мы достаточно много иногда дискутируем на ту тему. А почему бы, допустим, не назначить лечение Радий-223 у пациентов в гормоночувствительной фазе? Ну, наверное, самый большой аргумент, мы постоянно спорим по этому поводу с Борисом Алексеевым, наверное, самый главный аргумент заключается в том, что в ситуации, когда существует гормоночувствительный рак предстательной железы, очень есть эффективная опция гормональной терапии. И гормональная терапия, которую мы назначаем в начале заболевания, она, конечно, значительно будет конкурировать с назначением Радий-223. Я думаю, что все или многие люди, которые сталкиваются с этой проблемой, мы иногда даже можем увидеть полную элиминацию метастазов по исследованиям с антиграфическим. К примеру, если на этапе первичной диагностики метастазы визуализировались, то после гормональной терапии их нет. Поэтому, наверное, преимущества определенных в назначении Радий-223 у пациентов гормоносенситивным или гормоночувствительным раком предстательной железы нам получить будет очень сложно. Поэтому, безусловно, это должен быть метастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы. Каков должен быть функциональный статус пациента? Все-таки это должен быть пациент, который на эту терапию подходит. Потому что если мы будем брать пациентов с ЭКОГом 2-3, пациента, который в большей степени проводит в постели, достаточно сложно будет получить какие-то преимущества. Хотя я совершенно не исключаю тот факт, что такие пациенты тоже сегодня могут быть подвергнуты этой терапии. Но если мы с вами посмотрим по групповому анализу исследования Лосинка, то действительно наибольший выигрыш получали пациенты со статусом 0,1. Пациенты со статусом больше 2 имели несколько худшие результаты при назначении препаратов. Если мы посмотрим характеристику пациентов в плане назначения опиоидов, то по большому счету практически разницы нет. То есть те пациенты, которые получали опиоиды или не получали опиоиды, они не получили каких-либо преимуществ при терапии РАДИМ-223. Мы сегодня понимаем, что наш золотой маркер ПСА, который, безусловно, в начальной фазе заболевания рак предстательной железы, имеет свою диагностическую ценность. И мы обычно обращаем внимание на то, насколько повышается или снижается уровень ПСА при проведении этой терапии. При терапии РАДИМ-223, к сожалению, мы таких корреляций получить не можем. Мы, наверное, на какие-то дополнительные маркеры, на которые мы можем ориентироваться в этом случае, это является щелочная фосфатаза. Причем щелочная фосфатаза является в том числе и преддиктором эффективности лечения РАДИМ-223. И если посмотрим на эти слайды, на эти графики, то на сегодняшний день видно, что соматический статус по шкале ЭКОК. Это наличие болевого синдрома. Щелочная фосфатаза является преддикторами ответа на терапию РАДИМ-223. Поэтому при планировании лечения мы, безусловно, должны ориентироваться именно на это обстоятельство. Следующий момент, я думаю, что он совершенно понятен. Пациенты, которые будут иметь висцеральные метастазы, сегодня совершенно не получат никакой выгоды от назначения РАДИМ-223, поскольку препарат совершенно не подействует ни на метастазовые лимфатические узлы, ни на метастазы в лёгкие или в печень. Поэтому, безусловно, назначение этой терапии для пациентов, которые сегодня прогрессируют по висцеральному метастазированию, оно совершенно неэффективно. Ну и ещё один из моментов всё-таки какой это пациент. Это пациент с Ольгометастатическим раком, или это пациент, у которого достаточно большое количество поражений. В исследовании это изучалось. И мы сегодня прекрасно понимаем, что те пациенты, у которых было больше 6 метастазов, эти пациенты получали больший выигрыш. И вот если мы посмотрим, то стратификация, она шла пациентов до 6 метастазов, от 6 до 20 и больше 20. И мы сегодня видим, что как раз вот эта группа пациентов, у которых количество метастазов поддавалось счёту, но оно было больше 6, эта группа как раз и получала выигрыш от проводимой терапии. Ну и, наверное, ещё один из моментов, который есть, всё-таки стоит, не стоит назначать терапии пациентам, у которых есть метастатическое поражение лимфатических узлов. Допустимо на сегодняшний день назначать терапию ради М223 у тех пациентов, у которых, да, наверное, есть метастазовые лимфатические узлы, но они не превышают 3 см. Таким образом, если мы с вами посмотрим портрет пациента, который сегодня, наверное, получит максимальный выигрыш от терапии радиом-223, это, конечно, больные к кастрационно-резистентным раком предстоятельной железы, это больные, у которых больше 6 метастатических очагов в костных структурах, у которых нет на сегодня висцеральных метастазов, это больные в достаточно сохранном соматическом статусе, это больные, которые могли на этапе гормоночувствительного рака предстоятельной железы получать системную цитостатическую терапию, это пациенты, которые хорошо отвечают на уровень снижения щелочной фосфатазы, поэтому я думаю, что и рекомендую вам всем в своей практике, если вы занимаетесь лечением радиом-223, использовать щелочную фосфатазу в качестве маркера эффективности лечения, поскольку ПСА здесь, к сожалению, нам особенных преимуществ не даст. И те пациенты, которые на сегодняшний день получили более 5 инъекций радиом-223, мы прекрасно понимаем, что сегодня терапия рассчитана на полгода, и это ежемесячное назначение препаратов в течение всего цикла 6 месяцев. Терапия самого рака предстоятельной железы, кастрационно-резистентного терапии, которая сегодня уже предусматривает проведение нескольких линий терапии. Если мы с вами посмотрим все-таки, когда же, наверное, его назначить, ну вот общее мнение на сегодняшний день такое, что, наверное, не нужно назначать его прямо сразу. То есть вот запрогрессировал пациент, он ушел из неметастатического кастрационно-резистентного рака или сразу пришел в метастатический кастрационно-резистентный рак, то все-таки, наверное, надо дать возможность поработать либо антиандрогеном из второго поколения, либо ингибитором синтеза тестостерона, либо, так сказать, системной химиотерапией доцитокселом, и, наверное, несколько приберечь вот эту вот нашу возможность назначения радиом примерно ко второй линии. Если мы посмотрим на окно возможностей назначения радио-223, то видно, что 6 циклов радио более логично укладываются во вторую линию терапии, тогда, когда мы уже начинаем исчерпывать возможности от терапии антиадрогенами второго поколения, от гормональной терапии или от цитостатической терапии. Но прекрасно надо понимать, что, конечно, речь идет сегодня о костном метастазировании, в этом должна быть абсолютная убежденность. И существует четко вот этот, наверное, наиболее благоприятный временной диапазон, здесь на слайде указан, что максимальная польза, она, скорее всего, и будет находиться в диапазоне между первой и третьими линиями терапии кастрационно-резистентного рака предстоятельной железы. Ну и, безусловно, когда мы планируем эту терапию, мы должны рассчитывать на то, что наш пациент не просто проживет 6 лет, а он в течение этих 6 лет все-таки сможет получать эту терапию, и она должна быть завершена, потому что наиболее максимальную выгоду мы получим с вами при завершении именно 6 курсов лечения. Я сейчас буду говорить о собственном опыте, поскольку назначение 1-2-3 курсов терапии это совершенно недостаточно, и, к сожалению, вы не увидите на этих 3 курсах терапии какой-то преимущественной выгоды. В этом году мы опубликовали статью нашу томскую в журнале «Онкоурология», в котором поделились нашим клиническим опытом при назначении радио-223-го. Надо сказать, что этой терапией мы занимаемся с 2020 года, и так получилось, что, в общем-то, это была достаточно модная терапия, сюда приезжали люди, которые просто хотели получить терапию в наш центр, география достаточно большая, она, в общем-то, охватывала не только, так сказать, наши сибирские регионы, охватывала в том числе и Центральную Россию. Нам удалось за этот период времени с 2018 по 2022 год проанализировать историю болезни 67 пациентов, и я могу сказать, что здесь, конечно, были пациенты, которые имели и менее 6 очагов, хотя мы сегодня понимаем, что терапия и менее 6 очагов – это не очень эффективно. Это пациенты, которые имели суперскан, то есть больше 20. Но основная все-таки масса пациентов, которая была в нашем исследовании, это как раз те пациенты, которые были от 6 до 20 очагов. Что же все-таки, наверное, когда мы эту терапию назначали? Ну, в подавляющем случае мы назначали эту терапию, к сожалению, во второй и в третьей линии больше всего пациентов было, которые уже, так сказать, прошли терапию или антиандрогенами второго поколения, или уже получили, так сказать, цитостатическую терапию. Ну и, наверное, мы старались, безусловно, завершить терапию по количеству, так сказать, 6 инъекций. И, в общем-то, результаты, которые мы получили, что наиболее эффективное лечение, оно было как раз в диапазоне 5-6 инъекций, оценивали мы с использованием эсцентеграфии по метаболическому ответу. И, в общем-то, надо сказать о том, что достаточно большое количество пациентов, хотя были те, у которых вообще был полный метаболический ответ, получили на сегодняшний день пользу, преимущество от проведения терапии. Да, присутствует токсичность, которая на сегодняшний день указана здесь, так сказать, вот мы ее представляем. Но эта токсичность не приводила к тому, что мы снимали пациентов исследования. Таким образом, в общем-то, я могу сказать о том, что сегодня единственной опцией лечения кастрационно-резистентного рака предстательной железы, прогрессирующего по костным метастазам, является системная терапия радиом-223. И я буду очень рад тому, если в ближайшее время появятся новые опции, о которых мы с вами можем говорить. Спасибо. 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 Спасибо.